и о взаимоотношениях между Есениным и Толстой. Хотя взаимоотношения, конечно же, были непростые. Софья Андреевна любила Сергея Александровича Есенина без памяти. Не случайно для нее очень важна была дата встречи. Для нее так важен был этот день, 10 марта 1925 года, когда она познакомилась с Сергеем Александровичем Есениным. Ну вот, кстати, посмотрите, как выглядел тогда Сергея Есенина. Ну, это не мартовская, чуть похуже была фотография сделала. Но, тем не менее, это одна из последних. Один из них был художником-декоратором, который, кстати, оформлял Малый театр, Московский художный театр, он был отгравшим на разных сценах. А самое главное, их другом был Михаил Афанасьевич Булганов, который неоднократно останавливался здесь, в этом доме, в правой части дома. Ему была выделена комната, а в саду этого дома Михаил Афанасьевич Булгаков читал впервые первые главы своего знаменитого романа «Мастер и Маргарита». И когда он прочитал эти главы Топлениновым, они узнали описание дома. Мастера своего поселил Булгаков именно здесь, в этом доме. Топлень, помните, занял в застройщиках комнаты. Вот, вроде бы, описание комнат соответствует внутреннему утрамству этого домика. Ну что, пойдемте дальше. В 1498 году экономический кризис. И вот люди, которые начали вставать на ноги, которые очень много иногда, не совсем честно, стали зарабатывать. То есть, дом для так называемых новых русских. Этот проект называется «Золотая миля». Здесь всего лишь 20 квартир. Ну, то есть, чтобы поднять дух, что ли, населения, что все возможно, возможно стать на ноги, даже с нуля заработать какое-то количество денег. Хотя, я думаю, что не все хватит в этом доме. Конечно, очень богатая архитектура, да, видится, ну, такая эклектика, такой мрамор, и гранит в фасаде, и внутреннее убранство. Как говорят, я там не была полностью соответствует фасаду, с саунами, с бассейнами, с собственными магазинами и так далее. И балконы, вы видите, и башенки, да, ну, совершенно, конечно, такая причинливая архитектура. А мы с вами сейчас под двор опять найдем. Здесь дворим. Московского ампира в 18 веке. Дом, который сменил несколько владельцев. Долгие годы жил, собственно, умер здесь, в этом доме, герой войны 12-го года, генерал Алексей Ермолов. Потом здесь поселится русская балерина Александра Балашова вместе со своим мужем-миллионером, который владел чайными плантациями. Между прочим, даже на Цейлоне у него были чайные плантации. И здесь у него было несколько чайных магазинов. И вот волею судеб бывший особняк Александры Балашовой в 1922 году, в 1921, извините, году займет Айседора Дункан. А особняк Айседоры Дункан в Париже займет Александра Балашова. Хотя лично они знакомы не были. Но несмотря на то, что это представительницы разных танцевальных школ, и в одном и в другом здании были огромные танцевальные классы, которые им были просто жизненно необходимы. Но Айседора Дункан, когда узнает об этом, воскликнет кадриль, знаменитый танец, известный перед сменой партнеров. Ну, действительно, дом необыкновенный. Кстати говоря, муж Александры Балашова, вот опять же, такой рок судьбы, генерал войны 12-го года здесь жил, который сражался с Наполеоном. А муж Александры Балашовой был ярым бонапартистом, который перестраивает дом. И вот если поближе подойти, то там можно увидеть как раз черты, вот, которые, ну, черты бонапартизма, когда в архитектурном стиле использовались различные медали, гирбы, щиты и так далее. И вот Айседора Дункан приедет в Россию в 21-м году по приглашению к Луначарскому. Кстати, это был ее не первый приезд, это был ее третий приезд, но до этого она только лишь на гастроли приезжала. И вот она, поверив в русскую революцию, мечтала в России открыть школу-студию танцев. И, кстати, школа-студия, открытая здесь, в этом доме, то есть здесь не только будет жить Дункан, здесь и откроется ее знаменитая школа-студия. Она просуществует, эта школа танцевальная, дольше всех остальных в мире. Как только Айседора Дункан, благополучная, в той или иной стране, откроет школу, но как только она уедет из этой страны, школы быстренько закрывались. И только школа, открытая здесь, в этом особняке на Пречистенке, просуществует очень долго. Она в 1948 году закроется. То есть она переживет даже Вторую мировую войну. Вот посмотрите, здесь перед вами рисунки Дункан в исполнении художника Бакс. А это великий Агюст Роден, кстати, рисовал Дункан. Он не лепил ее, но известно несколько рисунков с изображением танцующей Дункан. Так вот, Роден говорил, что танец Дункан – это невероятное волнение души. Ведь она действительно отвергала искусство классического балета. Она говорила, что эти танцы скучны и неинтересны. Она восхищалась искусством античной Греции. И она мечтала через танец возродить гармоническую личность в каждом человеке, чтобы каждый человек действительно был гармонично развит, чтобы в каждом человеке сочеталось физическое, внешнее и внутреннее. То есть духовная красота. И она довела до совершенства, казалось бы, совершенно обычные движения, такие как шаг, бед, прыжок, знаменитый танец, которым она покорила Россию. Танец шарфом или опаш, как он назывался. Впервые, пожалуй, Асидора Дункан танцевала не в греческом хитоне, не босиком. Вот я слышала, вы как раз называли ее босоножкой. Это действительно так. Она вошла в историю, как танцовщица босоножка. Но смею вас уверить, если какой-нибудь корреспондент приходил взять интервью Асидора Дункан, и не дай бог, он ей скажет, давайте поговорим о ваших танцах с босыми ногами. Она указывала ему на дверь. Она терпеть не могла, когда так называли ее босоножкой, когда называли эти танцы ее. Да, танцы во многом импровизационные, несмотря на то, что это, конечно, не была самодеятельность в плохом смысле этого слова. Как Асидора Дункан говорила своим девочкам, своим знаменитым Дунканятам, ученицам ее студии, чувствуйте воздух, чувствуйте дерево, видите этот лист. Представьте душу этого листа, покружитесь, представьте, как бы танцевал лист, будучи человеком. Кстати, о весе стеклянный над крыльцом. Здесь, в этом доме, жил Карл Гудхель, который был владельцем очень крупной нотноиздательской фирмы, владельцем крупнейшего нотного магазина в Москве. И, наверное, можно сказать о том, что именно Карл Гудхель открыл Сергея Васильевича Рахманинова, талантливейшего, гениального выпускника Московской консерватории. Он услышал его дипломную работу Олега, ну и предложил издать ноты. И действительно, в сокромах, что ли, Гудхеля, ну, точнее, в его фондах находились ноты на величайших композиторов, Дорогомышского, ну и потом того же Рахманинова, с которым будет их связывать. Потом очень долгая дружба. В Денежном переулке неоднократно будет у Рахманинова бывать Гудхель. Но после Первой мировой войны он продаст своё дело неким Кусевицким. Сергей Кусевицкий был и музыкант замечательный, и дирижёр. И он, Карл Гудхель, уедет в Германию. Так вот, говоря о музыкальности Сергея Александровича Есенина. Но самый поющийся поэт, конечно же, это Есенин. Более тысячи мелодий написаны на его стихи. Некоторые, да, начинаешь стихи читать, и уже читать невозможно. Тут начинаешь напевать. Так вот, Сергей Есенин, побывав в Большом театре, на концерте Фёдора Ивановича Шаляпина, был потрясён совершеннейшим образом романсом в исполнении Шаляпина «Гори, гори, моя звезда». Вернувшись, он до утра заснуть не мог, и под утро он пишет своё знаменитое стихотворение «Гори, звезда моя, не падай». И помним с вами его прекрасное стихотворение «Клён ты моя падшая, клёнка леденела». Долгие годы, когда объявляли песню на это стихотворение, ну, естественно, говорили, слышали Есенина, музыка говорили или неизвестна, или говорили так, напев народный. Так вот, говорят, что музыку сочинял сам Сергей Есенин. Вот тот самый фильм, о котором я ещё не вспоминала, он был очень музыкальным человеком, он часто играл, они с Есениным гуляли по Москве, Есенин читал стихи, и он за ним подбирал музыку. Так вот, возможно, Есенин напел, а Кусиков подобрал как раз музыку на стихотворение «Глён ты моя падшая». Я сейчас уже очень часто слышала, говорят, что напев уже не народный, а напев Есенин. Не говорят, что автор музыки Есенин, поскольку стопроцентной уверенности в этом нет, но, тем не менее, вот по не окончательно проверенным данным, музыку к этому стихотворению тоже написал Сергей Александрович Есенин. Вот здесь был зарегистрирован брак между Есениным и Донгханом. Вот, кстати, фотография была сделана сразу же после бракосочетания с Сергеем и Принчистой. Ну, вы видите, троих, да? Есенин Донгхан, рядом с Донгхан ее приемная дочь, Ирма. Ведь Асидора Донгхан испытала страшную трагедию. Погибли двое ее детей малолетних еще в 1913 году. И она после этого дочерила вот эту ученицу, которая обожала Асидору Донгхан, кстати, во многом, именно Ирма Донгхан. И ее мужем ее был не кто-нибудь Илья Шнейдер, который был выдернен начальством Асидоре Донгхан в качестве личного переводчика, во многом. Благодаря именно им школа студия Донгхан так долго просуществовала. И вот оба, Есенин и Донгхан, будут носить двойные фамилии. Есенин Донгхан, Есенин очень сильно веселился по этому поводу, говорил, я Донгхан, но это было обоюдное желание. А вот Асидора Донгхан, ну это известный факт, за несколько дней до бракосочетания попросила Илью Шнейдера изменить год ее рождения. Ведь по официальным данным Донгхан была старше Есенина почти на 18 лет. Стала старше на 9 лет перед бракосочетанием. Она говорила, ну ведь это нужно Есенину. Кстати говоря, не нужно было это Есенину. Многие из их окружений говорили, что такое ощущение, что в этой паре был старше Есенин, а не Донгхан, по какому-то особенному внутреннему, что ли, мироощущению по отношению к жизни. И действительно, они, несмотря на разницу в возрасте, несмотря на языковой барьер, они были так друг на друга похожи. Есенин всего себя, абсолютно всего себя, без остатка отдавал искусству поэзии. Недаром его друг, поэт Серебряного века Сергей Митропанович Городецкий, говорил, что, ну когда вспоминали о каких-то хулиганских выходах Есенина, он говорил, да он просто заполнял пустоту жизни от одного стихотворения до другого. Ну а Донгхан, конечно, всю себя отдавал искусству танца. Здесь, в этом же ЗАГСе 18 сентября 1925 года, Есенин женился на Толстой. Кстати, брак с Толстой будет признан недействительным. Почему? Недействительным. Почему? Потому что с Донгхан Есенин женился дважды. Один раз в России, второй раз за границей. И когда Есенина не стала официальной наследницей, будет признана Донгхан, а не Толстая, поскольку тот брак, заключенный в Берлине, расторгнут не был. И Донгхан стала действительно официальной наследницей стихотворья Есенина. Но она тогда переживала страшные финансовые трудности, школу-студию свою любимую в Париже заложила. Она, узнав о том, что она является официальной наследницей, мгновенно не растунула ни секунды, отказалась от наследства в пользу матери и сестры Сергея Александровича Есенина. Сейчас мы с вами идем, уже сейчас идем в севцы пражек, но пройдем мимо вот этого углового дома, совершенно уникального. Иссея была такая, музей в античных одеждах идут к Аполлону, в которой расстает Венгиславы известным художникам, ученым мирового масштаба. Ну а Цветаев, когда посмотрел эту композицию, он увидел достаточно привольное изображение и отказался от этого барельефа и предложил скульптору отдать кому-либо своих друзей. А этот дом принадлежал как раздругу скульптора, некому кандидату коммерческих наук по фамилии Брайдо, который не всю, конечно, композицию с 50 фигур, а частично разместил на фасаде этого дома. И если вы присмотритесь, то вы узнаете здесь Пушкина, Толстого и Боголя. Видите? Видите, Пушкин, вон там слева. Ну вот сейчас темнеет, но можно узнать. А Толстого видите? Да, Толстого. С 1908 года барельеф. Толстой умирает в 1910 году. И считается, что эта скульптурная работа чуть ли не первая прижизненная, хотя о ней говорят, Толстой вряд ли узнал. Так вот, видите, дом в страшном, в аварийном состоянии. Очень жалко, потому что дом уникальный, мало, даже исключение. Знаете, что я сама где-то не открыла, потому что машина не знала. Вот сейчас там можно селиться, а потом... Помните, Алексей Ганин с Ганином из Раек Есенин отправился в путешествие на север в 1917 году? Так вот, Сергей Есенин читает здесь свои стихи из цикла «Москва-кабанская». Вот, говорила я сегодня уже, как любят у нас писать биографию по стихам Есенина, а уж особенно это касается Москвы-кабански. Многие начинают действительно создавать образ Есенина-алкоголика, да, совершенно невозможного. Хотя, я вам скажу, всякое было, ничто человеческое ему, безусловно, чуждо не было, но не в том объёме, который сегодня многие представляют. И потом не нужно судить даже, если что-то было по стихам Есенина о его жизни. Ведь «Москва-кабанская» — это не перечисление фактов биографии Сергея Есенина. Это, конечно, поэзия в самом высоком смысле этого слова. Есенин, ну вот как бы помещает своего лирического героя, сажает его в кабак, что ли, если хотите. В данном случае кабак представляется Есенину целой вселенной. И он пишет, конечно, в «Москве-кабанской», что это не он спивается, а в переносном смысле страна спивается. Как Есенин напишет мне? Горько осознавать, что идёт совершенно не тот социализм, о котором мы мечтали. И наступает эпоха помышления личности, как живого. Шумгам в этом логове, жуткам на всю ночь на пролёт газорить. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спит. Сердце бьётся всё чаще и чаще, и уж я говорю не попасть. Я такой же, как вы, пропащий, нет, не уйти назад. Ну или, скажем, очень часто цитируют такие строчки из «Москвы-кабанской». Я обманывать себя не стану, зарегула забота всех ингредиентов. Отчего, как вы, пропащий, надо? Отчего, как вы, пропащий, надо? Отчего?